Мятежник Димитрий, который вместе с друзьями и ремесленниками там поднял мятеж, поднял недовольство в Ефесе. Второй случай – мятежник Павел, апостол, который пришел и своими речами смутил людей, и его также взяли, арестовали и собрались судить. И там мятеж, и здесь мятеж. Однако мы же понимаем, что вроде бы слово одно, а ситуации-то совершенно разные. Чем руководствовался ремесленник Димитрий? Только личным эгоизмом. Потому что ему не заботило, что они эти статуэтки делают – это боги или это не боги? Помогают они кому-нибудь? Или просто молчаливые идолы никому не помогают? Речь шла о его благополучии. Его бизнес, продажа вот этих статуэток серебряных Артемиды было под угрозой. Потому что если их не будут почитать, то не будут покупать. Не будут покупать, а чем я буду заниматься? Поэтому им было выгодно. Выгодно Артемида, выгодны все эти статуэтки. И как только он почувствовал угрозу личному благосостоянию, личному благополучию, он тут же начал поднимать восстание, поднимать мятеж. Так что там началось большое выступление. Даже начальствующие пришли и сказали, не нужно это делать, чтобы тут не подумали в Риме, что мы тут мятеж устраиваем ужасный. И другая ситуация. Пришел апостол Павел и тоже стал говорить. Его восприняли как мятежника, он говорит не так, как наши учителя. Он не поймет, что чему учат. Да, если его слово будет распространяться, неизвестно что будет. Потому что это Назарейская ересь, очень опасное, очень опасное явление. Тоже мятежник. Но все словно иначе здесь. Почему? Потому что мы понимаем, что Павел был совершенно другим человеком. Все, что он делал, он делал не исходя из личной выгоды. Если бы он исходил из личной выгоды, он никогда бы не стал апостолом христианства. Он бы продолжил свою карьеру в иудаизме, которая у него когда-то была. Но он от всего отказался для того, чтобы нести людям свет, нести людям правду. Не всем это нравилось, многим не нравилось. Почему? Потому что что-то новое, да? Что-то непонятное нам. И часто мы видим в Священном Писании, люди Божьи воспринимались как кто? Да просто-напросто как мятежники. И пророки воспринимались как мятежники, их порой обвиняли в недостатке патриотизма. Как вы так дух ослабляете у людей? Как вы можете такое делать? Мятежником считали и нашего Господа Иисуса Христа. Когда он ввел себя часто неуважительно, то там столы менял, около храма переворачивал, то правителя Ирода назвал лисицей. И вообще как-то он без уважения все делает. Без уважения к нашим традициям, без уважения к нашим законам. Да? Мятежник какой-то. И казнен же он был ведь. Среди кого? Среди мятежников, потому что его тоже считали мятежником. Мы видим первых апостолов. Кем считали их? Мятежниками. Говорили, оу, эти всесветные возмутители и суда к нам пришли. У нас тут бучу какую-то поднимать. Да? Если мы смотрим с вами на историю церкви, то часто люди Божьи, которые призывали народ Божий вернуться к своим истокам, вернуться к Писанию, воспринимались как кто? Как мятежники. Когда Джон Выклев там собирался переводить Библию на английский язык, ему говорили, да ты что? Что это за мятежник тут? Зачем нам это нужно? С чего ты тут решил? Никто это не делал. Ты тут начал что делать? Когда Ян Гурс выступал в Праге, как к нему относились? Как к мятежнику к нему относились? Я уже про Мартина Лютера не говорю. Он вообще был известный немецкий бунтарь, да? Все против власти, все против того, как надо делать было, да? Мятежный бунтовской дух в нем, да? Часто называли. Однако драгоценные, если мы посмотрим на этих людей, что их объединяло? Их объединяло то, что эти люди словно приносили что-то новое. Иисус принес новое, да? Апостолы проповедовали так называемую назарейскую ересь, да? Они несли новое. Точно так же все эти люди, вот это как некая борьба между старым и между новым. И те, кто несли что-то новое, нередко воспринимаются в глазах старых, как какие-то мятежники. Не случайно, смотрите, Иисус однажды сказал такую притчу. Я прочитаю пятая глава Евангелия. Пятая глава Евангелия от Луки, 36 стих. «При всем сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. А иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. И вы знаете, так не делают с мехами, так не делают с одеждой. Почему не делают с одеждой? Потому что старая одежда уже осела, и все прочее. Если брать новую заплату, приставлять к старой одежде, то разорвет. Точно так же про мехи притча. Когда мехи... Новое вино помещают в новые мехи, которые еще мягкие такие, сделанные из шкур. Вино начинает бродить, шкура эластичная. Но постепенно она дубеет. Если потом вот в эти мехи, уже старые, задубевшие, еще опять налить новое вино, которое опять начинает бродить, то мехи старые могут порваться. Поэтому Иисус и говорил, что когда приходит новое, нужно в новые мехи это все вливать. И так и делают виноделы и другие. Но в жизни человеческого общества часто так именно и происходит. Когда мехи остаются старые, и появляется новое вино, которое вливают в старые мехи, и борьба старого с новым. И вот этих новаторов, которые что-то приносят новое, говорят новое, проповедуют новое. Часто люди со старым, с консервативным мышлением не принимают. Но без этого нового жизнь бы не развивалась, жизнь бы не шла дальше. Мы сегодня отошли от многих вещей, которые когда-то, может быть, читались нормой. Сейчас это вообще нормой не считается. Когда-то было нормой рабовладельчества. То есть к людям относились как к товару. Человека можно было купить, человека можно было продать. И это было ведь не так давно, когда были люди первого класса, люди второго класса. Это рабы. И тут появлялись те, которые говорят, нет, человек это не товар. О, это что за мятежник? Это что такое? Испокон веков это был товар. Как нам теперь дела делать, как бизнес вести без рабов, без крепостных? Как жить теперь дальше? Но приходили люди новые, и вот эти старые мехи часто сопротивлялись этим. И люди, бывает, настолько привыкают к старому, настолько боятся нового, что они говорят, да, старое вино лучше, вот так вот привычнее, так нормально все. Но, слава Богу, дорогие, время меняется, и идет развитие, развитие в жизни. И то, что считалось когда-то нормальной, слава Богу, сегодня считается ненормальной. Конечно, и сегодня тоже людей и продают, и покупают, есть такое, да, но это уже чистый криминал, к которому не относятся, как нормальные вещи. Время прошло, люди идут дальше, да, дальше. Точно так же мы с вами говорили о расизме, о нацизме, да. Было же, да, когда считалось, что вот одна раса должна служить другой. Когда люди выступали, говорили, нет, это неправильно, не должно быть такого. Нужно не по цвету кожи судить, а потому что внутри у человека, потому что порядочность, благородство, верность и подлость, они определяются внутренностью, а не цветом кожи. И для кого-то эти выступления были мятежом, да вы что, да как же мы без рабов, без чернокожих, вы что с ума тут посходили все, что это такое, что это за мятеж? Нет, старое вино лучше. Но, слава Богу, были вот эти люди, которых называли порой мятежниками, называли бунтарями, но благодаря таким людям и двигалось все вперед. Когда там пытаются какую-то расу поднять выше других или национальность какую-то возвысить, вот проходит время, и слава Богу, вы знаете, вот от этого избавляешься, избавляешься от этих всех вещей. И многие вещи остаются в прошлом, да. Хотя, конечно, есть люди из прошлого, которые пытаются вот это вот старое вернуть, но слава Богу, в них ничего не получается, ничего не выходит. Точно так же чечество продвигается, да, и мы читаем в Священном Писании, Бог не хотел, чтобы в его народе были цари, Бог не хотел, чтобы были цари. Он говорит, зачем вам нужно, как у других языческих народов? Ну, израильтяне настояли, они хотели, чтобы у них было, как у всех, да. И Бог дал им царя, хотя он предупредил, что проблемы будут, и что проходило время, и слава Богу, сегодня человечество отказывается от монархии, потому что, ну, видно, что это плохо работает. И там даже в странах, где есть там до сих пор монархия, например, в Англии, ну, это больше уже что-то традиционное, не имеющее, не имеющее реальной власти. Жизнь идет вперед, жизнь, жизнь развивается. На самом деле апостол Павел был не мятежником. Апостол Павел просто принес показать им открытием нечто новое, «Благую весть в Иисусе Христе», но для вот этих старых мехов, для старых мозгов, это выглядело все как бунтарство, это выглядело как мятеж. Они были с этим не согласны, они с этим, они это не принимали. Что ж теперь Павлу? Не нужно было ничего делать. Что Христу не нужно было проповедовать? Что пророкам не нужно было обличать? Что апостолам не нужно было распространять благую весть, распространять Евангелие? Конечно, нужно было. Конечно, конечно, нужно было. Потому что я говорю, ситуации, они могут выглядеть похоже, но суть разная. Либо сердце этого ремесленника Дмитрия, который руководствовался только своими корыстными целями, только своими какими-то вот, своей какой-то выгодой, своим материальным обеспечением. Или апостол Павел, который стремился всю свою жизнь отдать на проповедь Евангелия, на проповедь благой вести. Поэтому всегда идет развитие. Старое сопротивляется. Старое считает все новое мятежным чем-то. Но, слава Богу, за это новое, которое приходит. Слава Богу, за новое, которое ведет нас дальше и дальше. Это и в жизни всего общества происходит, и в религиозной жизни происходит, и в научной жизни происходит. Когда Галилео Галилей говорил о том, что эта земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Вот как на него восстали все, как его там инквизиция давила, давила и требовала, чтобы он отказался. И додавило, что Галилео отказался. А потом все-таки произнес свои знаменитые слова. Какие? И все-таки она вертится. Все-таки она вертится. Ты знаешь, когда вот читаешь о таких людях, как Галилей, как апостол Павел, как наш Господь Иисус Христос, как Ян Гус, как Мартин Лютер, думаешь, слава Богу, слава Богу за этих людей, которые не склонились, которые не сдались, которые чувствовали призвание внутри меня в разных сферах, но призвание свыше. И они шли и делали это, им угрожали, и их там убивали, как того же Джордана Бруно, да, и над ними издевались. Их заключали в темнице, но они не сдавались. Они шли дальше, и они словно вот тот свет, который освещал человечеству путь дальше. Дальше.